Всем привет! В этом видео я собрал для вас 20 самых ожидаемых игр, которые выйдут до 2030 года. Но сначала хочу порекомендовать канал CJ. Парень снимает интересные и качественные прохождения разнообразных игр, как в формате серийных прохождений, так и в формате стримов, на которых он активно общается с аудиторией. Ролики выходят каждый день, кроме выходных, и на канале уже много годного контента. К примеру, прохождение Cyberpunk 2077, Mafia Definitive Edition, 7 Day to Die, Horizon Zero Dawn и много других отличных игр на любой вкус. Поэтому обязательно загляни, подпишись и не забудь нажать на колокольчик. Ссылка в описании. Horizon Forbidden West В 2021 году нас ждет продолжение Horizon Zero Dawn, интерес которой Sony подогревала, выпустив ее на PC. Для сиквела, впрочем, придется покупать консоль PS5, но, возможно, это того стоит, так как Forbidden West обещает быть масштабной, захватывающей и очень красивой. Элой предстоит отправиться на запад, где ее ожидают новые испытания, противники и события. Теперь ей предстоит найти источник заразы, убивающий все, до чего доберется. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Этот ролевой экшен отправит нас во вселенную Гарри Поттера, где нас ждут приключения в мире волшебства и магии. Игра обещает быть самой масштабной во франшизе, и мы сможем посетить все знакомые локации, встретить некоторых знаменитостей серии, изучать заклинания, посещать уроки в Хогвартсе и прокачивать персонажей. Есть вероятность, что Hogwarts Legacy может стать большим хитом, так что надеемся и ждем. God of War Можно с уверенностью сказать, что перезапуск God of War это один из лучших эксклюзивов PlayStation последнего десятилетия. Игра была восторженно принята критиками, получила многочисленные награды, в том числе звание игры года. И по мнению многих, на данный момент является вершиной серии. Поэтому ожидаемо, что Sony уже вовсю работает над продолжением. Перебравшись в мир скандинавских мифов, Кратос успел и там натворить дел. До таких, что теперь даже интересно, как он сумеет их разглясти. Ведьмак 4 По словам аналитика, в следующие пару лет CD Projekt Red займется сюжетными дополнениями для Cyberpunk 2077. Всего их будет три. Затем разработчики переключатся на мультиплеер для той же игры. А дальше, польский коллектив якобы плотно возьмется за производство Ведьмака 4. Аналитики считают, что релиз четвертого Ведьмака состоится в последнем квартале 2025 года. Как бы там ни было, а в том, что серия Ведьмак еще вернется, сомневаться не стоит. И сама CD Projekt Red говорила о намерении развивать франшизу в будущем. Ходили даже слухи о Цири в качестве главной героини новой части. Starfield Одиночная научно-фантастическая RPG от Bethesda. С огромным процедурно генерируемым миром, посвященная космическим путешествиям. Представьте себе The Elder Scrolls в мире космоса, и вы поймете, чего стоит ожидать. В ближайшие два года после релиза, разработчики обещают обновлять и расширять игру. А размер первоначальной карты увеличится в два раза или больше. The Elder Scrolls 6 После нескольких лет выпуска разнообразных версий Skyrim'а, Bethesda сделала анонс разработки следующей части серии. Однако проблема в том, что до сих пор практически нет информации об этой игре. Bethesda не делится никакими подробностями, но заявляет, что очередная часть серии выйдет после Starfield. Сам Тодд Говард заявил, что когда мы наконец увидим новую игру, и все, что там задумано, мы поймем, чем был обоснован такой перерыв между пятой и шестой частью, и для чего он был нужен. The Calista Protocol Сюжетный научно-фантастический хоррор нового поколения от создателей Dead Space. Разработчики обещают создать одну из самых пугающих игр всех времен. Действия игры развернутся в 2320 году в тюремной колонии на Calista, спутнике Юпитера, где человечество сталкивается с некой инопланетной угрозой. Здесь нам предстоит взять на себя роль одного из узников тюрьмы Черный Металл, из которой необходимо сбежать, попутно раскрывая, какие ужасные тайны, скрывает это жуткое место. Прикол заключается в том, что действие будет происходить в одной вселенной с Королевской Битвой Папк, но пока что неизвестно, как эти игры будут связаны. The Next Mass Effect Новая Mass Effect пока не имеет финального названия, а дебютный тизер дал понять слишком мало. Впрочем, какие-то выводы можно сделать уже сейчас. Похоже, нас ждет продолжение трилогии, в котором мы встретим старых знакомых, а может быть, даже и узнаем о судьбе Шепарда. В тизере показали неизвестную планету, на которой были обнаружены обломки с логотипом N7. Их обнаружила Азари. Есть предположение, что это Лиара и события происходят сразу после Mass Effect 3. А по словам BioWare, за создание новой игры отвечает команда ветеранов. Metro 4 На встрече с инвесторами руководитель THQ Nordic заявил, что следующая часть Metro уже находится в разработке. Над серией и дальше трудится украинская студия 4A Games. А за сценарий отвечает автор оригинальной книжной серии Дмитрий Глуховский, который официально заявил, что больше не планирует заниматься книгами Metro. А поэтому следующие приключения Артема могут быть раскрыты только в будущих играх. GTA 6 Хотя Grand Theft Auto 6 пока официально не анонсирована, в сети ходит множество слухов. А некоторые вакансии от Rockstar подтверждают факт, что компания работает над новой частью еще с 2017 года. Разработчикам якобы даже пришлось похоронить долгожданную многими Bully 2, чтобы освободить дорогу для GTA 6. Из самых последних слухов. В шестой части будут динамически изменяемые районы и города. А также один из главных героев новой части будет женщина. То есть не считая первую часть 1997 года, впервые в серии можно будет играть за женщину. Более старые слухи твердили, что главными героями станут брат и сестра. А карта будет состоять из трех крупных мегаполисов. Мафия 4 По неподтвержденной информации, разработка Мафия 4 началась в 2017 году, после выпуска последнего дополнения к Мафия 3. События четвертой части развернутся в Лас-Вегасе образца 70-х годов. Золотой век организованной преступности. Мафия 4, как утверждают инсайдеры, может похвастаться огромной картой и растянутым на десяток лет сюжетом. Главной особенностью Мафия 4 должна стать система строительства собственной криминальной империи. Игра якобы позволяет превратить любое здание в перспективное предприятие. Кримсон Дезерт Высокобюджетная фэнтези-РПГ с огромным открытым миром, которая станет новым флагманом компании-разработчика Блэк Дезерт. Проект создается с использованием нового движка. Разработчики обещают серьезные отличия от традиционных игр жанра. Это не приквел и не сиквел к Блэк Дезерт, но события будут происходить в одной вселенной. Нам дадут управлять отрядом наемников, которые могут участвовать во всех аспектах. От крафта до защиты игрока. Также обещают масштабные битвы и торговлю. У каждого наемника из нашей банды будет своя сюжетная линия. И ее прохождение будет оказывать влияние на развитие всей команды. Resident Evil Village Действие восьмой игры серии развернется через несколько лет после событий, описанных в Resident Evil 7. Главный герой Итан вернулся к обычной жизни, которой наслаждается вместе со своей женой. Однако прошлое не отпускает Итана, и он попадает в таинственную заснеженную деревню где-то в Европе. Из последних новостей. В игре будет открытый мир по принципу метроидвания. Так что в игре будет куда больше внимания уделяться исследованиям, постепенному расширению доступной территории и возвращению в уже посещенные регионы. Еще в игре будет многота и сексуальный контент. Star Citizen Самый амбициозный космический симулятор в истории. И одновременно самый скандальный проект. Кто-то называет игру Next Gen мечтой, а другие финансовой пирамидой и самой крупной аферой в игропроме. Как бы там ни было, я считаю, что уже до 2030 года разработчики должны выпустить игру. Хотя я тут комменты читал, и чел там из 2050 года написал, что Star Citizen у них еще даже в открытую бету не вышел. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Первая игра была экшен-рпг, вышедшая в 2004 году. В ней персонажем был вампир в Лос-Анджелесе начала 21 века. С самого начала мы отправлялись в путешествие, в котором наш персонаж раскрывал правду, стоящую за реликвией, способной положить конец всем вампирам. Игра не стала супер-хитом и была полна багов, однако с течением времени у нее становилось все больше поклонников, и в конце концов она стала культовой. В продолжении, как и в первой части, нам предстоит стать вампиром в городе, разделенном между несколькими фракциями. Нужно будет выбрать свою сторону и найти в этом мире свой путь как вампира. Значительная часть геймплея здесь основана на нашем выборе, а система навыков позволит применять различные стили игры. Эвоуд Фэнтези-РПГ в стиле Skyrim, но от Obsidian, с видом от первого лица, событие которого разворачивается в Эоре, мире, знакомом нам по серии Pillars of Eternity. Похоже, что Obsidian постепенно вторгается на территорию Skyrim, и учитывая, что до Elder Scrolls 6, вероятно, еще далеко, идея большой фантастической ролевой игры от первого лица является очень заманчивой. По слухам, в игре будет большой и разнообразный открытый мир, два больших города и несколько мелких. Планируется поддержка модов. В мире будет много фракций, будут крупномасштабные битвы с боссами и полная свобода действий. Из тех же слухов, выйти игра должна до конца 2023 года. Дайн Лайт 2 Продолжение Дайн Лайт выйдет в течение этого года. Здесь нам снова предстоит сразиться с Ордой Нежити, а под Покровом Ночи нас ждут еще более сильные враги. Одним из главных нововведений второй части будет концепция сюжета. На этот раз мы будем иметь определенное влияние на ход истории. В миссиях будет больше свободы выбора, а различные варианты ответов в диалогах будут радикально влиять на геймплей и персонажа. Диабло 4 Мир новой части будет полностью открытым. Сталкер 2 По игре мы будем играть за Сталкера по прозвищу Скиф. Элдер Ринг Что исследовать его можно будет верхом на лошади. Также до 2030 года нас должны порадовать такие игры как Kingdom Come Deliverance 2 Gran Turismo 7 Battlefield 6 Uncharted 5 Crysis 4 Left 4 Dead 3 The Sims 5 Archeage 2 Beyond Good and Evil 2 Fallout New Vegas 2 Hytale Dragon Age 4 Непонятная Прагмата И возможно даже Half-Life 3 После Half-Life Alyx это весьма вероятно. А на этом наш выпуск подошел к концу. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok